Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромер ТВ! Последние дни мы как-то больше говорили об экономике, о политике, о международной политике, но этим все не ограничивается. В нашем мире есть очень большая доля того, что называют промышленность, что называют наука, и поговорить об этом я сегодня пригласил в нашу студию крупного Юрия Васильевича, человек, которого первая ассоциация у меня всегда – это «Космодром Восточный». Юрий Васильевич, если я ошибусь, Вы поправите, но, насколько я понимаю, Вы были одним из тех людей, кто стоял у истоков именно самой идеи создания этого космодрома. Это так, поскольку, к сожалению, в 2005 году вышел приказ Министерства обороны о закрытии государственного испытательного военного космодрома, по сути, это тополя, только усиленные дополнительной ступенью, ракета «Стрела», как раз в Амурской области, в ЗАТО, поселке Углегорск, Свободинского района. И после того, как было принято решение арсенировать этот испытательный космодром, то, в принципе, встала ситуация, возникла ситуация, когда речь должна была идти о том, что чуть-чуть забрежевшая космическая деятельность на Дальнем Востоке должна была закончиться. И мне повезло, поскольку так получилось, что ряд моих хороших знакомых и в администрации президента, и в космической сфере, они стали бить тревогу. И, слава Богу, сам ЗАТО Углегорск, то есть поселок Углегорск, угловаясь с мэром Токаревым Владимиром Ивановичем, они забили тревогу. Представляете, это полторы тысячи военных, из них около 500. Это капитаны, майоры, подполковники, полковники, молодые мужики, вот в среднем где-то там 32-35 лет. То есть такие мужики, которые, так сказать, представляют вообще просто красоту само по себе. И это собираются расформировать. До этого было пять пусков, значит, собираются закрывать космическую деятельность. И, по сути, выносят приговор ЗАТО Углегорск, как небольшому, 5000 человек примерно, но очень прекрасно инфраструктурно оборудованному поселению, где как раз эти военные никуда не хотели уезжать. А я еще в это время как раз уже был включен через Институт демографии, миграции и регионального развития в разработку государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. То есть идея была какая? Вот на Дальний Восток мы будем привлекать наших соотечественников, создавать дополнительные условия в связи с колоссально тяжелой демографической ситуацией на Дальнем Востоке и так далее. В общем, возникла, на мой взгляд, нелепейшая ситуация, потому что, с одной стороны, космос какой был, закрывается. Было пять пусков вот этих маленьких ракет с выносом спутников до 400 килограмм. И, соответственно, по сути, мы хотели завозить соотечественников, а с другой стороны, должны были расформировать часть прекрасными молодыми, красивыми офицерами, мужчинами, вот прошу прощения, которые гордость задают такой Дальний Восточ, которые сами не хотели уезжать. Им предлагали квартиры в Москве, им предлагали квартиры в Владивостоке, они не хотели уезжать. И вот в этой ситуации возникла идея, может, все-таки, с учетом того, что вот я давно уже продвигал программу, что Дальний Восток должен стать приоритетом российского развития, центром мирового развития, то, может быть, как раз космическая деятельность и не должна была уходить с Дальнего Востока, и мы стали бороться за это. К счастью, вот мы, как общественная организация, выдвинули идею Дальневосточного космического кластера. К счастью, мы были поддержаны тогда администрацией президента, помощником президента Ивановым Виктором Петровичем, и полпредом, то есть, соответственно, тоже представителем администрации президента, полпредом в Дальневосточном федеральном округе Исхаковым Камилем Шамильевичем. И их поддержка, в общем, она сказала, ну, ты хочешь вот что-то там создать, работать, давай начинай работай, покажи, что это такое Дальневосточный космический кластер. В этот же момент возникла ситуация, так или иначе, с тем, что у нас нет своего национального гражданского космодрома, поскольку мы арендуем Байконур и за немаленькие деньги, там по разным оценкам есть разные оценки, но если только формально, это 115 и более миллионов долларов в год. И плюс всегда фактически может возникнуть ситуация, когда космическая деятельность будет ограничена в том же Казахстане по тем или иным каким-то внешним причинам. Поэтому вот эти две ситуации наложились, и по большому счету, как раз Исхаков пригласил меня работать в администрацию президента, как раз в полупрессе в Дальневосточном федеральном округе, и говорит, ну вот ты хочешь космодром, и занимайся космодромом. И вот в том числе, ругаясь во многом и с Роскосмосом, по ряду причин, но так или иначе, мы за полгода провели в составе рекогностировочной комиссии оценку мест, какие возможны для космодрома. Я с самого начала боролся именно за Амурскую область, и там потом была, соответственно, такая конкуренция между Хабаровским краем и Амурской области, поскольку, ну, я хорошо изучил этот вопрос, это действительно единственно возможный, уникальный, по сути, такой комплекс в Амурской области именно и с точки зрения всех траекторий вывода на орбиту и траекторий падения первой ступени, чтобы это было безопасно для населения и так далее. К сожалению, вот эта ситуация тогда очень была такая драматичная. Почему? Потому что я помню, когда первый раз прилетела комиссия Роскосмоса, как раз туда, в Амурскую область, на аэродром Украинка, где стоят стратегически наши бомбардировщики, и я прилетел в состав полпредства, от администрации президента, прилетела группа из Роскосмоса, мы вышли, и представитель Роскосмоса, он не услышал мою фамилию, и просто понял, что я помощник полпреда, и он, соответственно, говорит, ты знаешь, какой-то Крупнов говорит, вот тут сбаламутил все, непонятно всем, надоел, вот этот космодром никому не нужен, это Роскосмос, понимаете? И я к чему это говорю? Ну, помимо того, что я с удовольствием еще раз представился, сказал, что я есть тот самый Крупнов, так сказать, очень было приятно, конечно, но если все это все-таки не в субъективном плане, а в объективном, то была потрясающая ситуация, когда одними из самых, так сказать, крайних противников космической деятельности на Дальнем Востоке выступал Роскосмос, и вообще такое сообщество официальных людей, которые работают в космической деятельности, это первый пункт. Второй пункт. Дальше, после того, как уже 6 ноября, мы довели все до указа президента Российской Федерации, 6 ноября 2007 года, и президент сказал «Марс, Луна, космодром Восточный», имя прекрасное дал «Восточный», потом, кстати, вот 3 года назад президент, когда прилетал, уже космодром начинал строиться, была первая, так сказать, геодезическая работа проведена, он сказал, что «Наукоград» будет, «Цалковский», тоже прекрасное имя, на мой взгляд, «Цалковский», «Космодром Восточный», «Наукоград», «Цалковский». Но к чему я вот рассказал вот эту драматическую ситуацию? Потому что, на самом деле, как бы в итоге, все так оно до сих пор и разворачивается, что, на мой взгляд, выдающимся объектом, который способен и реализовать идею Дальнего Востока, как нашего приоритета, и реализовать идею нового русского космоса, занимаются как самым рядовым бытовым объектом. Вот как с самого начала, как оно пошло, понимаете? И вот в этом, собственно, и проблема, и трагедия, и то, что мы видели на прямой линии с президентом. Я хотел сейчас перейти вот к этому вопросу, который вы уже затронули. Вот та конфликтная ситуация, которая возникла при строительстве космодрома, когда рабочим не выплачивалась зарплата, они объявили забастовку, написали буквами на крышах своих бытовок. И, в общем-то, ну, такая серьезная конфликтная ситуация. И потребовалось вмешательство первого лица для того, чтобы это разрулить. Вот это какой-то частный случай, или же это все-таки какая-то системная проблема? Ну, давайте все-таки действительно вот к сути вопроса. Вот то, что сейчас, казалось бы, происходит. Во-первых, после 6 ноября 2007 года, три года фактически все раскачивалось, ничего не начиналось. Потом началось. И с самого начала строительства космодрома до сих пор, там можно говорить разные оценки, но 7-8 тысяч работающих, это примерно в два раза меньше, чем необходимо для полноценных работ вот по, соответственно, тем объектам, которые необходимо возводить. Это первый момент. Второй момент. Ну, смотрите, средняя заработная плата 25-27 тысяч рублей. Надо понимать, что, во-первых, Свободненский район, зато Углегорск, это вообще край мерзлоты. Кстати, это место уникальное, вообще, выдающееся, поскольку в том числе там вообще центр все время был строительства БАМа. В край смысле там заканчивается мерзлота? Там заканчивается язык мерзлоты, язык мерзлоты как раз заканчивается, но уже есть мерзлота местами. И не случайно, я к чему говорю, что это место выдающееся, потому что Павел Александрович Флоренский, наш выдающийся мыслитель, священник, как раз в 1934 году в БАМ-Лаге здесь он вот возглавлял мерзлотную станцию по изучению мерзлоты. То есть в этом крайне климатически, в общем-то, тяжелом регионе, да, как таковом, где цены выше московских, где расходы на питание, на тарифы, они часто выше московских, да, средняя зарплата 27 тысяч рублей. Ну и кто же поедет туда работать? Вот возникает вопрос. Первый, представьте, у нас объект важнейший, так сказать, стратегический объект, средняя зарплата маленькая, людей, по сути, в два раза меньше, и это все как бы пытаются, плюс еще через два-три эшелона фирм, пытаются организовать эту работу. Это первый момент. Но, на мой взгляд, все-таки системный... То есть Пилеж там это... Это есть. Ну, мы знаем, что... Мы знаем, что Хризман, Дальспецстрой, руководитель Дальспецстрой, он в настоящее время против него заведено уголовное дело, и есть разного рода оценки, в том числе, которые называли самыми высокопоставленными лицами, там, 16 миллионов, кто-то украл что-то, там, 20 миллионов, но плюс потом речь уже пошла про миллиарды рублей. Но вопрос, на мой взгляд, все-таки это должна заниматься там прокуратура, следственные органы. Я не могу здесь безответственно говорить о том, что кто-то там пилит или не пилит. Мне кажется, не в этом ужас ситуации. А ужас ситуации в том, что, понимаете, никто, начиная с самого нашего первого лица и дальше по вертикали, никто не знает, что там строят. Вот это, понимаете, вот это вообще... Спасибо вам за хорошие вопросы. Они же знают, что строят космодром. Вот смотрите, космодром — это абстракция. Потому что, смотрите, начиналось, Перминов, руководитель Роскосмоса, в 2009 году, он объявил, что мы будем создавать новую ракету, РУ-7, такая тяжелая ракета, но, как профессионалы сказали, когда они увидели, что там нарисовано, это союз, только еще там с большим количеством дополнительных двигательных установок, говоришь, ну, это совершенно какая-то непонятная конструкция, он никуда не полетит и так далее. Значит, не менее 2,5 миллиардов рублей было истрачено на эту РУ-7. Потом пришел Владимир Александрович Поповкин, царство ему небесное, в общем-то, очень интересный человек, сам по себе на руководство Роскосмоса, и закрыл эту программу. И, наверное, справедливо, скорее всего, потому что явно это какая-то была такая левая, скажем, программа. И Владимир Александрович Поповкин, он, как бы, так сказать, придумал, что надо строить вообще-то союзы модернизированных. То есть реально ту ракету, ту знаменитую Р-7, «семерку» Сергея Павловича Королева, которую в 50-х годах на Байконуре первую изводили, которую вывела первый спутник, которую вывела Юрия Алексеевича Гагарина, и которая до сих пор является рабочей лошадкой в прямом смысле слова у России, как космического извозчика, именно вот «Союз». И вот надо строить старт под «Союз». Вот все, известно, «Союз», ракеты от работы надо ставить. Зачем? Куда? Непонятно. Зато все понятно, что мы можем что-то с этим сделать. И вот строят, значит, старт «Союза». Буквально месяц назад, причем чуть ли не, я удивляюсь, чуть ли не вечером после прямой линии с президентом, когда обсуждался космодром, когда президент сказал, что мы все построим, в конце этого года будет старт, 15-го года. Вдруг появились сообщения, что Дмитрий Олегович Рогозин и Комаров, сейчас руководители «Роскосмоса», они вообще считают, что не надо «Союз» было строить, а нужно начинать, вот они сразу будут делать, и не надо запуск в этом году осуществлять, а надо через 2-3 года делать старт для «Ангары». «Ангара» — это ракета, которая с 92-го года у нас считается как приоритетной, и, к сожалению, по мнению многих экспертов, она тоже крайне несовершенна, она просто устарела. Пока разрабатывалась, и, между прочим, по указу Ельцина, именно с военного испытательного полигона, бывшего космодрома «Свободный», который сейчас космодром «Восточный», «Ангара» и должна была полететь в 2001 году. Слава Богу, вот в прошлом году был первый старт «Ангары», и здорово, что был первый старт, но проблема в том, что это явно не та ракета, которая сделает следующую эпоху российской космонавтики, и будет так или иначе как приоритетной. Но тогда, получается, строят космодром неизвестно под какую ракету? Я про это и говорю, но дальше второе. Нет, ракета даже — это очень важный момент, безусловно, ракета-носитель и так далее, но под какие программы — непонятно. То есть нету никаких программ, и главное, что это никто не обсуждает, понимаете? Или, как, например, Дмитрий Олегович два года назад во время пресс-конференции он сказал, да вот что такое у нас космос, но нету никаких идей, стремлений, ничего. Вот нам надо взять что-нибудь, буквально я цитирую, что-нибудь, и вот на этом вообще сконцентрировать усилия и вот вперед продвинуться. Вот, например, взять, говорит, и прямо Луну колонизировать и так далее. Все. И оказывается, сейчас у нас это центральная программа. Понимаете? Вот Луна. Все, сейчас все обсуждают Луну, ну, сейчас будут выделяться деньги, опять очередные миллиарды, тяжелую ракету под Луну обсуждают, да, опять не буду сейчас сдаваться в технические дали, уже новую совсем. То есть, говорят, ну да, вот сейчас, может быть, союз уже не надо строить, ангара, в общем-то, там непонятно, но вот к 25-му году, то есть, уже не к 15-му, к 25-му году мы построим старт для тяжелой ракеты, для новой ракеты, якобы это какая-то трансформированная ангара и так далее. Но мне это напоминает вот сказку про Ишака и Падишаха, либо... Это один момент, но есть второй момент. Ишах, либо Падишах. Да, но это как бы техническая сторона, которая, в общем, лучше разговаривает с специалистами, и я могу таких собрать специалистов, которые в пух и прах разгромят вот эти фантазии, да, так же, как вот с Русием еще, начиная, когда сказали, ну, просто это какая-то такая непонятная попытка что-то такое наобещать, а потом про это забыть, да. Но, ведь вы понимаете, ну, ладно, ну, трудности, трудности, может быть, вот какие-то технические, мы знаем сложную технологическую ситуацию в связи и с прогрессом, и так далее, да. Но, ведь рядом Путин придумал гениальное имя Циолковский, Наукоград Циолковский. Этот Циолковский уже сейчас там несколько сот квартир уже построен, а к концу года будет тысяча и больше квартир. Но, берем, смотрим на проект. Я специально выложил это в Фейсбук, и для архитекторов, в группу специально для архитекторов, говорят, ну, такой, такой очень посредственный проект начала 60-х годов. То есть, какой-то сделал, понимаете, Наукоград Циолковский. Дело студент. Да, нет, дело не в том, что даже студент, даже, может, студент бы и лучше сделал. Кстати, вот Лежава, наш Илья Георгиевич, наш замечательный архитектор, он, между прочим, когда я пиарил вот космодром еще в 2007 году, да, он, оказывается, направил ко мне студентку, и она как раз попросила у меня материалы, выпускница Мархи, и сделала очень хороший, соответственно, такой интересный проект, который, не говорю, что он какой-то идеальный, но, по крайней мере, там много интересных, так сказать, вещей, да. Поэтому тут как раз студентами еще, может быть, это было бы идеальное решение. То есть, это может вообще какой-то архитектор. Проблема в другом. Проблема в том, что, понимаете, вот вы поймите, ну вот, как бы, все люди занимаются какими-то важными делами, да, а тут еще какой-то космодром Восточный, какой-то наукоград Циолковский, да, тысяча проблем, тысяча дел, ну, надо что, а, ну, надо быстро запроектировать, да, все. Но главное даже не это, вот будет тысяча квартир к концу года. Возникает вопрос, а кто там будет жить? И чем будут заниматься? Я вам ответственно заявляю, что ни в одном вузе Российской Федерации с молодежью, с выпускниками, с третьим курсом, со вторым курсом, никто вообще на эту тему не работает? То есть наукоград, вообще не собираются там никакие научные программы, там уже нет лаборатории. Я, между прочим, в 2008 году, там была такая ситуация с одним новосибирским физиком, который был привлечен к уголовной ответственности, ФСБ, якобы, я опять не, в коем случае, не отрицаю действительно вину ученого, просто я не владею данными уголовного дела, но вот он якобы передавал ряд материалов зарубежному государству, но он наш выдающийся ученый в области дальнего космоса. Я в 2008, 2009 предлагал. Есть зато Углегорск. Вот там начинается серьезная стройка. Ну, давайте, это закрытый административный, там режимный объект. Ну, давайте человека из какой-нибудь исправительно-трудовой колонии, стандартной, посадим сюда. Пусть он работает до космоса, шарашка, понимаете? Я понимаю, что, может быть, это выглядит даже так вот как-то несерьезно и так далее, но реально-то что происходит? Что ракету, не знаем какую программу, зачем в космос летать, не знаем. Значит, Наукоград Циолковский, вершина всего, в Амурской правде опубликовано было интервью замруководительства спецстроя, который это строит, и он рассказывает, что мы, говорит, самые новейшие применяемые оборудования. Вот нам удалось договориться с южнокорейской, соответственно, какой-то фирмой, и будут унитазы, какие-то самые южнокорейские и так далее. Наши руководители встречаются со студентами на космодроме Циолковский, и эти студенты рассказывают, как они там роют траншеи, ямы, стройотряды, да? Стройотряды, я очень считаю, здоровское дело, даже, ну, пятерка, нет вопросов, да? Ведь вопрос-то под рукой идет. Нам нужно отобрать, условно, тысячу молодых, самых талантливых ребят, причем комплексное, это не только технари в узком смысле, это и программисты, и правовики, и философы, и главные организаторы именно новых программ, нового поколения космического освоения, там, я считаю, там, той же колонизации Марса, там, и так далее, такого рода программ, можно здесь спорить. Но, наукоград, там, прежде всего, должны быть интеллектуальные люди, и они должны уже готовиться. Когда создавался советский атомный проект, космический проект, то в той же Бауманке, вот, легенда ходит, что там из ста человек отбирали двух-трех, и за два-три года делали из них профессионалы в высшем уровне. Ну, потому что не было людей, которые понимают там в том или ином направлении. У нас этим никто не занимается. То есть у нас, понимаете, в чем дело? То есть это очередной такой сколковый. Так, вот, понимаете, я даже, вот, вы поймите, в чем дело. Вот, когда даже я скажу вещь очень страшную, прошу меня простить заранее, да, когда же говорят там, кто-то попилил, украл, да, ну, это хоть какая-то рациональность. Я против воровства, против коррупции, но хоть как-то понятно, кто-то взял там, куда-то украл, да, что-то еще. А вот, когда просто зарываются средства, просто сам процесс идет, никто не знает, что строить, и куда, зачем полетит, да, никто не знает наукоград Циолковский, прекрасное имя, я счастлив просто, вот, когда даже произношу это, но дальше никто не собирается туда, ни с молодежью работать, никто не собирается... Ну, то есть есть какой-то картонный фасад, а за которым нету здания, собственно, содержания. Да, даже еще хуже, но я просто хочу подчеркнуть, на самом деле, главную мысль, потому что вы вот, когда начинали нашу беседу, вы очень правильно сказали, тут даже вопрос не только наука, промышленность, да, а это вопрос о нашей вот какой-то духовно такой, стратегической состоятельности вообще. Потому что я еще раз, я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то там крадет, кто-то враг, кто-то заслан там ЦРУ, да, вот если бы это было, я еще раз повторяю, даже было бы как-то интересно, вот это вот из ЦРУ, да, вот это вор страшный такой, который сидит кровопить, скрадет наши народные деньги, да, но ведь должен быть главный генеральный конструктор какая-то мысль. И я поэтому и говорю все время, касаясь промышленности и политики, что на самом деле в стране главный дефицит, дефицит проекта. То есть без руля и витрил. То есть отсутствует целевая функция и, соответственно, видение того, что мы собираемся делать. И еще раз повторяю, понимаете, если бы это был какой-то бытовой, то есть, а представьте, что на совсем бытовых объектах, представьте, что на какой-то дороге, даже, допустим, федерального значения, там 200 километров какие-то строятся, замечательно, да, то есть это не космодром, понимаете, это не великая стройка, как таковая, да, не под прямым кураторством Владимира Владимировича Путина. Вот какой-то рядовой объект, что же тогда там происходит. То есть в этом плане мы дошли до такой ситуации, когда у нас вот эта рутина, это даже не вопрос свата и брата. Понятно, что там есть спецстрой, он как бы под Минобороны, Роскосмос, он под Дмитрием Олеговичем Рогозиным и ВПК, там есть свои противоречия, тяжелые очень, в каком-то смысле объективные, да, все понятно. Понятно, что мы в 90-х годах просто выживали, там в нулевых пошли деньги в тот же космос, народ просто был счастлив, что хоть какая-то зарплата пошла, и семьи были счастливы. Это все можно понять, но 25 лет прошло с развала СССР. И сейчас, когда нужна целевая функция, то по сути этой функции нет, и не по одному направлению. Но ведь была же построена вертикаль. Вертикаль должна была, вот как ее архитекторы задумывали, обеспечить управляемость, контроль и так далее, целеполагание, но по факту не работает. Вопрос, что контролирует вертикаль. Вот я еще раз повторяю, на мой взгляд, сегодня мировая ситуация определяется наличием проекта. Ведь даже когда, ведь посмотрите, даже стыдно, когда что-то происходит, любые передачи, что-то говорят про космос, называют вот там Маск, допустим, да, или даже вот такой авантюрный, ну, мягко выражаясь, можно и хуже сказать, там, проект Марс-1, когда полет в один конец, да. Но все это вообще, все зарубежное. или, допустим, Дрейгон, соответственно, ракета-носитель, который там вот можно опять спорить, там как-то говорить. Понятно, что наши замечательные двигатели, созданные, по сути, еще в конце Советского Союза, они до сих пор, да, 181, это вообще, конечно, просто выдающееся явление, но это опять не мы создали. Это то, что нам досталось наследие, вот мы такие вот богатые наследники, но мы-то что-то будем создавать, или нет. И я, может быть, так получается, немножко как-то, кто-то скажет, расплывчато, вот как-то абстрактно, для меня это абсолютно не абстрактно, потому что, еще раз повторяю, космодром Восточный, который не бытовая, не рядовая стройка, которую лично курирует президент России, в которой выделяются средства, уже там 100 миллиардов, это, вот так сказать, абсолютно точно выделенные средства, большая часть израсходованные, и так далее. То есть, там нет дефицита средств, как таковых. Вот, казалось бы, при всех, в общем, нормальных условиях, ничего не происходит. И я бы сказал, что это, на мой взгляд, приговор вообще вот этой неолиберальной экономической модели, как это ни странно, потому что ведь, на самом деле, она в чем... А не в системе государственного управления? Это система государственного управления, она выстраивается вокруг некой базовой модели, матрицы, так сказать, центральной. А эта матрица, она в чем заключается, если по-простому? Вспомните все вот эти, то свободные экономические зоны, то особые экономические зоны, территория опережающего развития сейчас, и так далее, да? Эта матрица заключается в том, что если мы создадим необходимые условия, то нечто возникнет само собой. То есть, если при всех жестокостях, драматизмах, там, допустим, сталинского периода, но, тем более, когда война, так сказать, возникла страшно, и когда за год, за два появилась когорта полководцев, которые, ну, действительно, выдающиеся полководцы, и так далее, но везде мы видим личности, и личности, которые так или иначе направляют и решают ситуацию. Но как можно представить себе советский космос, без Сергея Павловича Королёва, без Келдыша, без Курчатова? личности всегда боялись посредственности. Я понимаю, поэтому, наверное, может и нет личности, что в аппарате управления очень много людей посредственных, которые не могут сами сформулировать цели. Я думаю, что все-таки здесь ситуация гораздо страшнее, потому что, ну, там, герои и толпа посредственности, личности выдающиеся, все-таки это, условно говоря, характеризуют всю мировую историю, и вряд ли, допустим, наш период, он чем-то отличается, и легче, допустим, периода 30-х годов. Вопрос в другом, вопрос в том, что нет целевого видения, то есть, когда есть целевое видение, нет, сначала, ну да, ну то есть нет политики, у страны нет политики, потому что политика, это... А кто должен вырабатывать эту политику? Политику должна вырабатываться вся страна, но так или иначе, политические классы, высшие бюрократы должны ее формулировать. какие инструменты для этого нужны? Очень простые, эти инструменты очень простые, это, соответственно, вопрос, связанный с тем, что выделяются люди, которые обладают проектами. То есть, вот почему я занимаюсь... Кто будет выделять этих людей, кто будет отбирать эти проекты? Тот, кто способен. Тот, кто способен. Знаете, знаете, как я говорю? Простой пример. Я в свое время общался с специалистами, значит, и ко мне подходят, говорят, вот мы пытаемся продвинуть некий проект, значит, и не можем получить на него экспертизу. Я говорю, а в чем проблема? Да, понимаешь, все специалисты по этой тематике уехали в США, а в России никто не может дать заключение, поэтому нам отказывают во всех министерствах. Абсолютно правильно, потому что, конечно, чтобы что-то начинать обсуждать, мы должны начать с того, что более тысячи НИИ было уничтожено. Потому что НИИ, прикладная так называемая наука, термин не очень точный, это были генераторы вместе с фундаментальной наукой, где эти проектные видни вырабатывались. Можно сколько угодно говорить, что там неэффективно, еще, но был продукт. Сейчас все очень эффективно, но нет этого продукта. Поэтому я с вами согласен, институциональной среды, как таковой, которая могла бы все время порождать, по крайней мере, некоторые версии, некоторые заготовки, ее практически нет. И нет экспертной среды, которые можно отбирать. Она вся за рубежом. Но мне все время, вы знаете, тоже один режиссер, это я просто выступал, и он говорит, ну а что делать Путину? Я говорю, очень просто набрать мой номер сотовый, позвонить и поговорить, например, на тему космодрома Восточный. Потому что я прошу прощения, когда он никому не был нужен, и я дрался за него вместе с Московским космическим клубом, вместе с Токаревым мэром, там Углегорская и так далее, то почему-то мы это двигали, мы это двинули. А сейчас, когда я три года пишу про то, что зачем Союз старый устанавливают, и вдруг, вдруг говорят, да не надо Союз, а что, мы его три года устанавливали, затратили туда несколько десятков миллиардов, давайте мы его не будем устанавливать. То есть, ну я вот, просто простой пример, я три года пишу, что Союз не нужен, Союз неправильно, неправильно стратегически, возможно, какие-то тактические вещи. По сути, принимается решение, что Союз не нужен. Ну так, если я три года про это говорил, я бы мог сэкономить 20, 30, 40 миллиардов рублей, значит, кто-то должен... Нет, вы неправильный человек. Если 20, 30 миллиардов потратили, значит, их кто-то потратил. это отдельный вопрос, у нас экономика, освоение средств. То есть, у нас экономика, она вся строится на том, что надо выдрать средства и где-нибудь в уголке их осваивать. И чем больше, да, как вот, как по сути же, на этом развалился СССР, то есть, на этой затратной экономике, когда именно не снижение себестоимости, а увеличение затрат, которые вписываются в стоимость, так сказать, того или иного производства, оно и угробило наш Советский Союз. Но, я просто к чему хочу сказать, мне не вопрос, мне лично звонка. Хотя, еще раз повторяю, мне по массе вещей, потому что, я вот занимаюсь этим направлением, я тащу другие проекты, у меня более сотни достаточно серьезно проработанных проектов и так далее. Это смешно, но это никому не нужно. И это не проблема, я абсолютно, у меня нету никаких проблем востребованности личной и так далее, да, но это значит, что мы теряем время. В то время, как на Западе, вот, например, переходит к новому поколению ракета-носителя на данный момент, Это мы теряем время, а кто-то находит деньги. Я понимаю, но... Время-деньги. Здесь все-таки не такая драма. Здесь дело не в том, что люди жадные, дело не в том, что люди плохие, дело не в том, что люди посредственности, а какие-то есть гении. На мой взгляд, ситуация страшнее, понимаете? Вот даже это все как-то еще более-менее интересно, да? Ситуация в том, что никто уже не обсуждает вообще нас, как все-таки в этом смысле мировую державу. Но может те, кто ставит перед какие-то государственные задачи, они просто не мыслят такими длинными категориями? Десять, двадцать лет? Иначе все развалится. Иначе все развалится. Вот сейчас у меня четкая ситуация. Но здесь и сейчас. У меня дежавю, дежавю, что вот мы находимся в ситуации где-то 87-88 года, когда возможно какие-то лозунги, возможно отсутствие лозунгов, да? Но когда мы видим, что по инерции вся машина направлена, так сказать, в тупик. Вся машина направлена в тупик. И с учетом того, что вот эти халявно, так сказать, нефтедолларовые годы, они так или иначе закончились, и не будет того, что там в пятом, шестом году, я помню, там в газете читаешь, 4 миллиарда долларов пришло на эту неделю золото валютного запаса, а в предыдущую неделю 15 миллиардов долларов пришло и так далее. Понимаете? И нету никаких стратегических решений. Или другой совершенно пример, вот, например, Центральная Азия, да? Я предлагаю как раз в эти тучные годы, я говорю, ну давайте недельную заначку среднюю, там было 7-8 миллиардов в одно время, давайте 7-8 миллиардов долларов, ну, говорит Кудрин, что у нас голландская болезнь, что у нас тут инфляция, ну, прекрасно, давайте 7-8 миллиардов долларов отведем, ну, заначку всего одну неделю золото валютных запасов, да? Вместо того, чтобы в казначейство. И возьмем, и сделаем фонд развития именно материального развития, хозяйственного развития Центральной Азии. То есть, Российский фонд развития Центральной Азии, поскольку это ключевой стратегический регион. Ну, смеяли, записки писал, опять передавал, там, дискутировал, все, все смеются. Сейчас вопрос другому идет, говорят, а где деньги взять? Ведь, вы знаете, правильно говорите, да? С учетом особенно той дикой активности и правильно все делают наши великие китайские партнеры, так сказать, да? Когда Великий Шелковый Путь, экономический поезд Великого Шелкового Пути, он, по сути, пристегивает Центральную Азию и экономический Китаю. Вы понимаете, мы, с одной стороны, американцы создали военно-стратегический плацдарм в Афганистане, с другой стороны, Китай с экономическими способами пристегивает, и от нас уходит все это пространство, мы перестаем там вообще котироваться и быть кем-то. Понимаете? Что нам стоило тогда 7-8 миллиардов, долларов, в этом смысле копейки, это заначка недельной золота валютной резервы, но никто не думал про это. И то же самое, или сейчас я достаточно... А сейчас же тоже не думают? Так я понимаю, я просто поэтому и говорю, что ситуация заключается не в том, что там кто-то хороший, кто-то плохой. И что надо делать тогда? Это просто полный дефолт, проектный дефолт, то есть полностью отсутствует, надо делать то, что я считаю, то, что делаю я, и я буду делать это независимо ни от чего, это вопрос, связанный с тем, что мы должны создавать проектную волну, проектное поле. Мы все равно должны, пусть это очень тяжело, пусть это на нищенских основаниях, пусть это очень тяжело с кадровой стороны, потому что надо молодежь готовить в огромном количестве. А еще и в политическом плане, я вот знаю, вы как-то с партией дела взаимодействуете? А вы знаете, я как вступил в партию дела? Я на совместной пресс-конференции с Константином Анатольевичем Бабкиным я просто попросился в партию дела. Почему? Потому что я, во-первых, участвую во всех московских экономических форумах, и я вижу, что при всех критиках можно, конечно, есть много, скажем, людей, которые, наверное, в более благоприятных условиях не присутствовали бы на этих форумах. Есть много достаточно неподготовленных людей, но я вижу, что это полная альтернатива вот и Гайдаровскому форуму, и вот этому всему неолиберальному мейнстриму, и в основе своей это очень интересный набор сообщества людей, который выдвигает, вырабатывает принципиально новые модели. Я ее назвал проектной экономикой развития, и на мой взгляд, вот партия дела, их Бабкин, Константин Анатольевич, когда он продвигает Московский экономический форум, и сейчас партийный свой проект, на мой взгляд, это на сегодня единственная политическая сила, которая, я сначала боялся, что дело, это бизнес, вот что-то такое, там, такое из 90-х годов, да, нет, именно партия дела, где нужно русскому человеку, русскому человеку, нужно большое русское дело. Но, вы думаете, партия дела в состоянии вот стать той проектной площадкой, которая сможет сдвинуть вот тот камень, о котором мы говорили в начале разговора? Вы знаете, во-первых, она уже стала такой площадкой, потому что, во-первых, я считаю, МЭФ, это есть уникальный такой проект, абсолютно интересный, потому что никто его искусственно не создавал. Он именно вырабатывался в оригинальном идеологическом видении, и сегодня это площадка по разработке совершенно новой экономики, модели экономики, так? С другой стороны, вот я два месяца, ну, два с половиной месяца назад вступил в партию дела, и когда уже со своими новыми партийными товарищами, не побоюсь этого языка, стал обсуждать ситуацию, и Костромская область, например, в том числе мною было предложено, как, например, такой полигон, давайте посмотрим, вот одна из самых, к сожалению, недовложенных областей, одна из самых в этом плане слабых в экономическом плане, не по вине там даже каких-то отдельных людей, вот так получилось, да, не Черноземье, Старорусский регион, который сегодня находится в тяжелейшей ситуации, вот давайте здесь сделаем нормальный партийный проект, мы назвали его Костромская мечта, и партия включилась в разработку этого проекта, и я вот, по сути, так сказать, куратор этого проекта, но работает вся партия, более того, когда было принято решение и идти на выборы в Костромскую область 13 сентября, в областную дому, сейчас вот формируем список, обсуждаем, собственно, саму выборную стратегию, то, опять же, мне очень важным показалось, что речь идет не о лозунгах и не о том, чтобы понравиться избирателю, хотя есть своя электоральная сторона, а о том, что мы должны исходно на много лет вперед, а не до 13 сентября, обсуждать совершенно конкретный вопрос, вот уже вырос, и родился, умощнился проект по льну, потому что для не Черноземья, по льну, по льну, новая индустрия, новая льняная индустрия, новая индустрия льна, потому что для не Черноземья это критический момент. Партия не только обсуждает свои вопросы узкополитические, у нас сегодня партия, это, по сути, такой выборный избирательный механизм, все к этому сведено, но и обсуждает вопрос, действительно, как создавать модель развития в конкретной области. Ну, то есть, резюмируя нашу, вот эту беседу, я могу сказать, наверное, следующее, что космодром Восточный, это как бы вот зеркало тех реалий, в которых находится наша промышленность, государственное управление, то есть, через это зеркало мы видим довольно неприглядную картину, и партия дела в данном случае предлагает некую свою проектную работу, свое проектное видение, и выдвигает какие-то концепты. Очень. Но вы думаете, что вам удастся достучаться? Удастся реализовать, потому что вопрос достучаться для меня уже давно не стоит, потому что раньше у меня было представление, что если правильному лицу написать правильную записку, и так или иначе, еще если получится убедить его в очной беседе, да, то вопрос будет решен. Но, к сожалению, как мы видим с теми же майскими указами президента, не говоря уже про сотни других указов, они практически не выполняются. Даже там, в той части, где они имеют серьезный смысл и большое, как раньше бы сказали, народно-хозяйственное значение. Мне кажется, вы очень точно сказали, что вот космодром Восточный, с которого мы начали, это именно зеркало, как вот известная статья Ленина, Лев Толстой, как зеркало русской революции. Вот космодром Восточный это зеркало вот нашей беды. Безвремения. Нашей беды. Нашей беды. Ни в коем случае, вот прошу меня понять, я не хочу кого-то критиковать, я не хочу, так сказать, обвинять с высоты, вот я такой умный, вот обвиняю кого-то. Это наша общая беда. И если мы из этого без проектия, так можно сказать, из этого безвремени, из этого немобилизованного состояния, когда что-то можно осваивать, что-то можно сегодня союз, потом посмотрели, три года прошло, а давайте не союз, а Ангару, потом же через два года скажут еще что-то. Понимаете, и так вот везде. Ну, мы просто погибнем. Мы просто погибнем, потому что спасибо Советскому Союзу, он нас на 25 лет обеспечил ресурсами, я уж не говорю про великое тюменское освоение и нефтяные возможности. То есть мы стоим на самом деле на краю гибели страны, как бы это ни звучало, драматично. И вот то, что с Украиной происходит и вот в этой ситуации, это, так сказать, звоночки, это звоночки, где-то уже и колокол, набат бьет, ребята, вот это все быстро в один момент, просто так же, как с Советским Союзом было, быстро закончится этот псевдопраздник, да, и мы не просто окажемся у разбитого корыта, но русские могут исчезнуть из истории как народ, как великий народ. Поэтому в этом плане я более чем уверен, что вопрос не в том, чтобы достучаться, а вопрос в том, чтобы формировать сообщество, которое ни в коем случае не противостоя верховной власти, но будет создавать политический субъект, который должен будет работать на проект о развитии страны. И вот если мы такой субъект все вместе, в том числе вы, как в данном случае уже очень известное телевидение, да, и как бы медийная составляющая, и я, как и разработчик проектов, сейчас уже политик, и как экономист, и эксперты, вот которых нам катастрофически не хватает, ведь, кстати, прошу прощения, вы правы, по каждому проекту удается найти двух-трех людей, которые реально понимают в деле. Вы понимаете? Это проблема. У нас состав два-три человека. И никто не может дать заключение. И, к сожалению, эти люди, они уже, скажем так, не в пионерском возрасте. Понимаете? Поэтому я уверен, что наша общая задача вот с помощью Московского экономического форума, с помощью партии дела, которая проектная в этом смысле партия, да, действительно направлена на реальные дела и на восстановление нашей технологической мощи, если хотите, потому что в этом проблема. Я уверен, мы создадим такой политический субъект. Надо просто поменьше на кого-то полагаться, делать все самим. Ну что ж, большое спасибо за столь интересную беседу. Я думаю, нашим зрителям тоже было интересно услышать, как происходит все на самом деле и посмотреть в это зеркало. Есть зеркало телевизоров, которое не всегда прямое и зачастую показывает картинку, которую хотят, чтобы видели наверху. Мы стараемся показывать то, как есть на самом деле. Оставайтесь с нами и вы всегда будете видеть прямые зеркала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok